Поэтому я попрошу вас какие-нибудь мне опознавательные знаки дать о том, что меня хорошо видно и слышно. Напишите, пожалуйста, плюсики или поставьте десятки. Я не знаю, как у вас завезено на ваших курсах. Сегодня прекрасный летний вечер у нас. Мы сегодня будем говорить о таких встречах, о которых очень много народу умирят. Но все боятся говорить правду. Я не вижу почему-то, я не знаю, не учат, что ли, не работают. Напишите, кто-нибудь поставьте, пожалуйста, не знаю, и слышно. Так, все раз я жду, что кто-нибудь и не напишет. Не видно, не слышно. Не видят. Ага, все, я вижу, что видно и слышно. Мы начинаем разговор с такого народного, всем известного слова, как «билат». Вы знаете, я довольно много лет уже работаю в психологии, в паро-психологии. Мне бы хотелось меня сказать в том, что все вот эти влияния, о которых мы с вами сегодня будем говорить, решаются не только методикой похода с несновидящим, гадалкам, магам и прочим ребятам, которые сидят на собственных стартах на второе телепане, а также решаются походом и специалисты, вроде психологов, психотерапевтов и порой даже психиатров. Я буду много веселых историй рассказывать о своей практике, чтобы было-то можно в каких случаях действительно нужен колдун или лидер, а в каких случаях все-таки нужен психиатр. И начнем мы с вами с историей «Празглас». Что это такое, да? Так, можно чуть громче. Сейчас я попробую как-нибудь это сделать. Так лучше? Раз, два, три. Жду, жду какой-нибудь опознавательный знак, что лучше стало слышно. Ага, вот, благодарю, Лада. Ага, хорошо, значит, слышно стало, ну и прекрасно. Так, у нас с вами слово «глаз» вообще на слуху, да, и это очень знакомо, потому что есть очень много там всяких соседей, подружек, и прочее, которые так как по глубине смотрят и вроде как бы кажется, что по стене прошли мурашки. На самом деле это суверие, которое имеет место в близи от этого никуда не деться. У нас есть с вами такое понятие, как псиполе или псиэнергетическое поле, да, это то, что сейчас называется словом биополе или энергия наша, которая вокруг нас, она не только внутри как-то нашего тела находится, да, но еще и вокруг нас где-то на полтора метра в среднем у нормального человека, да. Если человек занимается йогой или какими-то духовными практиками, у него это поле становится пошире, у кого-то там 3 метра, у кого-то 10, у кого-то там километр, но это, в общем-то, не тема нашей сегодняшней с вами беседы. Так вот, что же такое «глаз» в глазах, когда в это поле направлен энергетический удар. Что такое энергетический удар? Это, например, позавидовали вам, пожелали вам зла, а вы это приняли. Вот очень важно понимать, что ни одно негативное влияние, то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, не будет работать, если вы это не примете внутрь себя. То есть, если вы в момент, когда вам делают зло, когда вас пытаются испортить, грубо говоря, да, если вы в этот момент не примете вот эту энергию негативную, то до вас, в общем-то, ничего и не долетит. Это касаемо сглаза. Как происходит сглаз? Один человек был расстроен, другой человек был очень зол. Тот, который золно кричал на того, кто расстроен, и расстроенный человек, в общем-то, почувствовал себя плохо, да? Давайте теперь поговорим о сингтонах сглаза. Так, я надеюсь, что я не перепутаю слайды. Да, это слабость, сонливость, чувство усталости, головная боль, зевание, жар во всем теле, апатия, вялость и пассивность. Ну, сюда же относится распространенный очень медиками такой термин, синдром хронической усталости. Когда человек в спито не высыпается, когда человек не может никак прийти в себя, темные круги под глазами, могут быть неприятные сни, и постоянно в голове будет крутиться воспоминание об этом событии, где вам пожелали зла. То есть вы будете вспоминать, что там вот эта соседка Маша сказала, что вы, я не знаю, слишком там короткую юбку одели, да? И вот это как раз и будет признаком того, что вас сглазили. Что же с этим делать? Глаз, на самом деле, является одним из самых простых негативных магических влияний, в общем-то, и снимается он тоже очень легко. Сейчас я вам расскажу, как это делается. Первое, достаточно искупаться под душем, больше ничего не надо, главное искупаться с головой. Можно также посмотреть на свечу или на любой другой открытый огонь, это может быть костер, это может быть камин, да? И 5-15 минут вы просто смотрите на пламя. Либо вы можете написать на листочке бумаги то самое событие, которое вас расстроило у нас сейчас, к сожалению, не в нашей стране, и, в принципе, в мире тенденция массового невроза, поэтому люди, мало точнее, я бы сказала, немного, да, позитивно настроенных людей, мы встречаем людей таких довольно недобрых и в маршрутках, и на улицах, и где только мы их не встречаем. Так вот, в принципе, достаточно написать на листочке эту негативную неприятную встречу и вас отпустит, грубо говоря, вот от этого негативного влияния, да? Самое важное еще, что хотел сказать, как защитить себя от глаза, достаточно быть в позитивном настроении. То есть, если вы находитесь сами в состоянии оптимизма, грубо говоря, то никто никогда вас не сглазит. Это как стакан наполовину пуст, да, стакан наполовину полонный в стакане чая. Вот. Я надеюсь, что со сглазом все понятно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто все понял, чтобы мы с вами уже могли двигаться дальше. Ага, вижу. Ага, вижу, Света вижу, Алла тоже вижу. Следующее негативное влияние, о котором мы с вами поговорим, уже посерьезнее, это влияние, это порча. Если мы обратимся к корню этого слова и помыть с вами логически, то порча – это испортит, да, сделать вещь или человека каким-то неправильным, таким, каким он должен быть. То есть это целенаправленное энергоинформационное влияние, которое делается обрядовым путем, то есть все, что называется сейчас якобы там ментальной порчей. Я очень много таких историй слышу, особенно в психиатрических клиниках много таких историй, что я там пошел к колдуну, он подключил ко мне какой-то неизвестный энергоинформационный канал, он питается мне энергией, он мне подсадил сущность. Это не порча, это шизофрения, то есть это лечится уже медицинским путем, для этого необходимо обратиться к специалисту. То есть я специально сегодня не буду вас, не буду рассказывать классические страшилки о том, что да, порча везде и всюду, на самом деле порча – это довольно редкое негативное энергетическое влияние, и встретить его в практике, ну, допустим, на 20 человек, которые ко мне приходят на консультацию, ну, одного может быть, если есть. Надо запомнить, что порча – это обрядовое влияние, то есть что такое обряд – это когда человек, который наводит на вас это влияние, подготавливает специальные инструменты, это может быть трава, это могут быть там черепа, какие-то части животных и прочее, и прочее. И, в общем-то, в этот момент используется фотография, либо используются какие-то личные вещи того человека, которого хотят испортить. Давайте мы серьезно разберемся, что просто так порчу, конечно, никто делать не будет, порча все это делает за что-то, то есть, например, вы кому-то нагрубили, нахамили, очень часто я встречаю в моментах наследственных процессов, когда один считает, что не должно было достаться все, другой считает, что ничего, и вот когда происходит вот это вот непонятное, непонятное дележ, мне надо или мне надо, перетягивание одеяла, очень часто встречается порча. Есть второй вид порчи, который я называю подселением или одержанием, вот сейчас у нас интернет просто пестрит ребятами, которые рассказывают об этих подселениях или одержаниях, о сущностях, тонкого мира и прочее, прочее, прочее. Так вот, есть второй вид порчи, о котором мы сегодня будем говорить поменьше, это подключение информационной сущности и тонкого мира. Не всегда это подключение, иногда это бывает, так вам сказать, самосозданная сущность. То есть, когда человек, да, кстати, я не сказала, если у вас появляются какие-то вопросы, пишите прямо их сразу в чат, потому что по ходу пьесы мы можем с вами немножечко поплясать по вашим вопросам. Я знаю, что на площадке уже трансляция была по этой теме, поэтому вот сегодня я постараюсь максимально ответить на ваши вопросы. Я максимально звук добавила, и люди пишут, что нормально, Света, Надюшина, пиши, пожалуйста, хорошо меня слышно сейчас или нет. Я пока подожду и продолжу говорить про порчу, да? Я надеюсь, что понятно, что это целенаправленный энергетический удар, который совершается при помощи магического действия. То есть, это не просто плохо подумал о ком-то, чтобы сделать порчу, плохо подумать о ком-то недостаточно. Для этого нужно иметь довольно большую силу энергетическую или психическую силу, да, чтобы мало того, чтобы пробить поле человека, но еще и подсадить ему негативную программу. Что такое негативная программа? Это нечто вроде убеждения. Там, иди повесься, у тебя не будет денег, у тебя развалится семья. Да, вот подобного рода убеждения как раз вместе с порчей человеку и под себя ее ставят. Что же делать с порчей? Давайте мы начнем, наверное, с симптомов. Семь основных признаков. Давайте договоримся так, что чтобы у себя диагностировать порчу, нужно, чтобы совпали все семьи. То есть, если у вас совпало там два-три признака, то, скорее всего, у вас просто какой-то стресс или усталость, или, может быть, глаз, например, да, но не порча. Вот если все семь совпало, тогда уже можно задуматься на тему обращения к практике. Потому что за последнее время очень, вот, обострение такое, знаете, в обществе. То есть, бегут толпы народу и говорят о том, что у меня порча. И мне просто диких усилий стоит объяснить человеку, что это не порча, например, а стресс или нервный срыв. И никакого отношения к серьезной такой магии не имеет. Первый симптом, проблема со сном – кошмары. Кошмары будут такие, что человек не просто видит какой-то плохой сон, он еще и не высыпается. То есть, кто видел кошмары в своей жизни хоть раз, он знает, что бывает два вида кошмаров. Бывает, что ты спишь, видишь плохой сон, но при этом ты нормально вроде как бы просыпаешься, можешь функционально действовать. То есть, ты можешь совершать какие-то действия в реальной действительности. А вот если человек просыпается, и он не может никаких действий совершать, то есть, он как выжат, как лимон, говорят, да? Так вот, вот в этом случае как раз это можно принять за симптом порчи. Дальше. Ухудшаются отношения с людьми и деньгами. Деньги вообще являются некоторой такой красной лампочкой, что у вас в жизни все хорошо. То есть, если у вас есть деньги, вы все делаете правильно, и вселенная, она как бы вам улыбается, говорит, да ты молодец. Продолжая в том же духе. Если у вас денег нет, значит, в чем-то вы ошибаетесь. Значит, где-то что-то вы делаете не так. Стоило бы задуматься над своей жизнью, над своими действиями, может быть, над своими мыслями или отношениями к своим людям. Дальше. Третий симптом – это резко начавшиеся проблемы со здоровьем. Что значит резко начавшиеся? Вот здесь просто аховое, неверное понимание, да, вот этого симптома. В интернете очень много практиков говорят об этом, что начинаются резко проблемы со здоровьем. Резко – это когда вчера ты был здоров, завтра ты встал, у тебя онкология. Вот это резко начавшиеся проблемы со здоровьем. И вот это будет признаком порчи. Но если у вас, допустим, там застарелая какая-то там, ударились вы коленкой 10 лет назад, и перед грозой у вас эта коленка заболела, то это нередко начавшиеся проблемы со здоровьем. Почему я даже нашу с вами сегодня встречу назвала развивание мифов? Потому что очень много сейчас вокруг биоэнергетики, да, или магии, в принципе, очень много бреда. Причем бреда клинического, после которого люди попадают в психиатрические лечебности. И вот моя, например, цель, сколько я уже лет занимаюсь просветительской, в том числе, деятельностью, донести до вас, что надо смотреть на жизнь более адекватно. Потому что у нас сейчас очень много передач в телевидении на тему там эзотерики, шизотерики и прочее. И очень много вокруг этого ажиотажа. И вот из-за этого ажиотажа у людей просто начинают действительно уже серьезные проблемы с психикой начинаются. Следующий признак – это странное поведение домашних животных. Взгибнут цветы, ломается техника. Не вы ломаете технику и цветы не поливаете носиками, а действительно ни с того ни с сего. Все было нормально. И вдруг в доме что-то начало ломаться. Могут появляться странные звуки. У меня был случай, женщина пришла, у нее была действительно порча. Эту порчу я сделала ее там какая-то знакомая, что-то они там не поделили. То есть в том, что у нее постоянно включались электроприборы, когда она к ней подходила. То есть она подходила к телевизору, включался телевизор. Она подходила там к радио, у нее включалось радио. И у нее погибли все цветы. То есть она была цветоводкой, очень любила цветы. Она знала все о том, как ухаживать за цветами. И вдруг у нее начали гибнуть цветы. И вот это будет признаком порчи. Дальше. Пятая – хроническая усталость и депрессия. Вот здесь нужно понимать, что народное понимание депрессии никакого отношения к настоящей клинической депрессии не имеет. То есть то, что в народе мы с вами часто называем депрессией, то, что там в модных журналах называется депрессией, с точки зрения психологии и психиатрии называется стресс. Хронический стресс. А вот депрессия – это клиническое, структурное и химическое изменение работы мозга. Когда человек не может испытать радость, даже тогда, когда у него все хорошо. Потому что у него гормональный фон нарушен, у него нейронные связи разорваны и многое-многое другое. И вот если вы не можете испытать радость ни от одного события в своей жизни, а позитивного, суперпозитивного, но вы не можете испытать радость, вот это можно назвать депрессией. И это тоже может быть признаком порчи. Еще раз, если совпало 7 из 7, то это порча. Дальше, шестое – предчувствие беды, неуравновешенное душевное состояние. Что значит неуравновешенное душевное состояние? История из практики. У меня была женщина, которой тоже сделали порчу, и она рассказывала о том, что у нее в жизни все было хорошо. Она была замужем, у нее был ребеночек маленький. И каждую ночь она слышала один и тот же голос. Она жила на девятом, по-моему, этаже. И каждую ночь она слышала голос, который ее звал в окно. То есть выйди в окно. Ты должна выйти в окно. И она там держалась за кровать, чтобы только не пойти, не сделать то, что говорил ей этот голос. Вот подобного рода симптоматика будет признаком порчи. Также признаком порчи являются галлюцинация, желание умереть или причинить вред другому. Этот вред может быть просто сам ударить, без того есть его беспричинная агрессия. Это может быть желание убить кого-то, что совершенно человеку не свойственно. То есть если человек, допустим, в принципе склонен к агрессии, то желание причинить кому-то вред не будет являться признаком порчи. Но если человек не склонен к агрессии, и по жизни, в принципе, человек спокоен, и вот все шесть предыдущих симптомов есть, и резко возникает желание причинить кому-то вред, то вот это будет уже признаком порчи. Так, ребят, напишите, что про порчу все понятно. Я вам еще расскажу одну очень важную про порчу штуку. И мы с вами пойдем дальше. Я вот не вижу чат. Напишите, пожалуйста, друзья, что вы поняли про порчу. И готовьте свои вопросы заранее, можете сразу их писать в чат. Дальше, как защититься от порчи, да? Пока жду, я не вижу никаких, почему-то мне может чат не обновляется, не знаю. Так вот, как защититься от порчи. Еще раз возвращаемся к тому, что порчи никогда не приходят просто так. Порчи приходят всегда за что-то. То есть если человек ведет себя, как, извините за выражение, редиска, то, соответственно, благодарю, вот вижу, Галя Света написала, то вполне возможно, что Вселенная или Творец, или Бог будут учить его посредством довольно жестких методов таких, как порча. Поэтому первое правило для самозащиты от порчи – это жить по совести. То есть есть такое понятие мораль, понятие нравственности. Оно довольно растянуто на самом деле. И я бы сказала, что очень расплывчато, но тем не менее какие-то общие элементы есть. Вот я всегда говорю, живи сам, а то и живи другим. То есть если вы живете так, чтобы не мешать хотя бы жить другим, то вы, в принципе, уже практически ограждены от порчи. Что касается конфликтных моментов. У меня очень много вопросов в практике, а что делать, когда конфликт? Да все очень просто. Прекратите в момент конфликта доказывать всем, что вы царевох и что вы правы. Конфликт – это когда наслаивается интерес одного человека, а интерес другого человека. Попробуйте договориться. Есть такая наука конфликтология. Об этом очень много сейчас в интернете. Пожалуйста, открывайте, читайте, учитесь вести конфликт. Так, чтобы потом не бегать по психиатрам, магам, эзотерикам и так далее, гниющей, извините, кожей и выпадающими зубами. Это, кстати, в реальный случай из моей практики, где человек пришел, он просто гнил заживо. И в детстве причин не было. В чем причина была? Он бросил свою жену с двумя детьми, бросил очень некрасиво, в общем-то, оскорбив и супругу, и детей, и заслужил. Ему супруга пошла к мастеру, сделаю порчу насмерть. И вместо того, чтобы я там сидела и не сочувствовала, я ему еще тумаков сверху спон давала, прежде чем это все дело снимать. Поэтому давайте жить по совести, хотя бы не мешать другому человеку жить и не оскорблять других людей. Следующее, не раздавать свои личные вещи третьим лицам. Вот это беда современного мира. Носки, трусы отдают, я извиняюсь, чуть ли не тампоны и прочие вещи, личной гигиены, девочки. Я недавно совершенно ездила на поезде. Я выхожу из поезда, и вот, как это, остатки от наших критических дней, просто на колесе вот так вот валяются. Знаете, у меня был шок, потому что я считаю, что мало того, что это ненормально с точки зрения человеческих норм, то есть с точки зрения психики у меня ненормально. То есть что тебе мешает положить это в пакетик, да? А потом девочки бегают и говорят, ой, у меня крадник поставили на красоту. Вот сегодня мы с вами не будем говорить на тему крадника, это когда какой-то вид энергии у человека крадут при помощи магии, да? Но тем не менее это имеет место быть, я это считаю разновидностью порчи. Поэтому мы не будем особо на этом останавливаться. Еще раз, не надо свои личные вещи отдавать непонятным людям. То есть волосы, ногти, это вообще просто, туши свет бросает гранату, да? Просто собрать, просто выкинуть или смыть в унитаз, это доступно абсолютно любому человеку. Когда вы что-то смываете в унитаз, энергетически этот предмет уже не несет никакой зарядки. То есть вода, она как бы смывает связь с вами, энергоинформационную связь. Это из цикла самозащиты. Дальше. Не пускать на свадьбу и похороны мало знакомых людей. Вот это вообще бич, наверное, это болезнь современного общества, мы все хотим похвалиться или все хотим сделать великое благо для покойного. Поверьте, если на его похоронах окажется 25 черных магов, которые будут там в фотографии в гроб вставать, да? Лучше вашему умершему не будет. Ему будет только хуже, он еще будет привязан к этому плану, не сможет пойти, грубо говоря, к Богу туда, куда ему надо, да? Он будет здесь. И вы будете в этом виноваты. А почему? Потому что вы пустили, фиг знает кого, на похороны. Или на свадьбу пускают непонятно кого, то в случае с практикой дама развивать своим мужем, у нее жестокие боли, у нее началась онкология, пришла на прием, я говорю, на свадьбу находила иголки? Ну, ходила, я говорю, на платье, на платье. Я говорю, а ты вот насколько была пьяна, чтобы не заметить, что к тебе кто-то подошел, еще иголки на платье делала? Это была ее подруга, которая отняла у нее, грубо говоря, право быть счастливым братьем. И тоже разновидный спорчик, разник такой есть. То есть для того, чтобы избавить, точнее даже не избавить, а оградить от порчи, ребят, достаточно иметь адекватное восприятие реальности. Свадьбы, похороны – это семейный процесс для узкого круга. Иногда даже и членов семьи-то туда лучше не пускать, а особенно тех, которые постоянно говорят о чем-то плохом, потому что все-таки это такие мероприятия, где хочется, если мы не с вами женились или уходим в дом, потому что нам же хочется, чтобы все было хорошо. Зачем вот на свадебном столе в момент обряда, когда идет благословение пары на дальнейшую жизнь, зачем слушать каких-то непонятных товарищей, которые рассказывают о том, как кто умер, где, почему и зачем. То есть вот здесь нужно обладать, я считаю, что здоровым эгоизмом и просто не приглашать тех людей, которые вам неприятны, неприятны, да, тем более чужих людей. Дальше. Не общаться с завистниками, не завидовать самим. Ой, вы знаете, я наблюдаю очень много таких ситуаций, когда люди общаются с такими там знакомыми или друзьями просто по инерции, потому что такое заведено, а мы там со школы дружим, и не важно, что она мне постоянно говорит какие-то гадости. Важно. Избавляйтесь в своем окружении тех людей, которые несут вам негатив. Дальше. Жить в правде. Что значит жить в правде? Себе хотя бы не врите. То есть если вы чувствуете, что что-то не так при общении с человеком, не надо продолжать с ним общение, не надо действовать по принципу чемодан без ручки, бросить жалко, нести тяжело. Не надо. Если вы испытываете дискомфорт в общении, нужно избавляться от этого общения. Не важно, кто это, там, мама, папа, муж, там, подруга, коллега по работе или еще кто-то. Давайте уже будем как-то идти в здоровое общество, психическое, и выходить из невроза. Классическое, по-моему, уже повсеместно. У нас по телевизору один негатив, да, в интернете один негатив. Нет, есть, конечно, позитивные моменты. Давайте учиться фильтровать ту информацию, которая поступает в нашу жизнь. Следующее. Не выставлять в соцсети личные семейные фото, либо защищать эти фотографии. Вот давайте я сейчас говорю не о том, что надо скрываться или кого-то бояться. Вот здесь меня, как правило, нейтрально почему-то понимают. Я сейчас вам увижу. И надо выставлять 250 фотографий во всех возможных позах, в стиле, ну и так далее. Ну, поставьте в одну-две фотографии, и достаточно будет. Потому что сейчас куда не зайдешь, там, на Facebook, на Twitter или еще куда-то, там по тысяче фотографий. В Инстаграме детей маленьких все это выкладывают. У меня была женщина, буквально месяц назад, у нее ребенок не спал по ночам, плакал, кричал, и там конкретно у ребенка выбирали здоровье. Когда мы брали, смотрели причину, почему это произошло, потому что у нее в Инстаграме тысячи фотографий этого ребенка, как он ест, как он какает, извините за выражение. И просто есть такие товарищи, которые серьезно занимаются черной магией, у них есть задачи, например, к ним пришел клиент и говорит, я вот умираю от онкологии. И вот чтобы их клиент не умер от онкологии, они заходят в Инстаграм, берут фотку вашего ребеночка, который какает, и в общем-то ему перевешивают этот негатив. Вам оно надо? Давайте как-то поспокойнее относиться. Если говорить о защите личных фотографий, то лучше всего и проще всего работает красная точка в любом месте фотографии. Ну, как маркером, просто берете, открываете какую-либо программу для обработки фотографий и ставите красную точку. Красный треск, красную галочку и все. Красный цвет цитирует, внимание на то, что это первое, что человек увидит, глядя на фотографию, это будет вот эта точка. И дальше уже вытащить вашу энергетику сможет только профессиональный мастер, а профессиональный мастер не будет заниматься ерундой, потому что он знает, что за это наказывают. А наказание за черную магию мы сегодня немножечко тоже поговорим. Дальше не пускать в дом чужих людей, не брать странные предметы у странных людей. Вот что значит не пускать в дом чужих людей? Вот дом это храм, это место, где вы отдыхаете, где вы набираете синергию. Да, и если вы в дом пускаете всех подряд, ну, хорошо, если у вас сильный там ангел-хранитель или там, скажем, тот, кто вас защищает, да, в духовном мире, это замечательно. Вас, возможно, уберегут от порчи. Есть другой момент, есть общий энергопон помещения, в котором вы живете, или вашего дома. Если ваш дом как проходной двор, то эту энергию будут воровать или вампирить все, кому не лень. Не надо делать из своего дома бордель. Давайте мы в свои храмы, в свои дома будем пускать только тех людей, которые действительно унесут нам в жизнь какое-то благо, а не всех подряд. Есть такие люди, которые, вот, друзья, там, всегда и навсегда будут у меня дома. Ну, а смысл? Потом не высыпается человек, потом у него сил нет, потом он домой не хочет возвращаться. Не потому, что у него плохая семья, а потому, что у него энергии дома нет, эту энергию постоянно забирают. Еще раз, не надо делать из своего дома притон. Дальше, не брать странные предметы у странных людей. Это вообще-то уже в последнем случае было несколько месяцев назад, где девочки на вокзале подарили какую-то там фенечку. Девочка чуть не умерла от этой фенечки. Зачем было ее брать от незнакомого человека? Следующий момент. У каждого из нас есть интуиция. Интуитивно, когда вы взаимодействуете с другим человеком, вы понимаете, что он вам несет. Если человек несет вам какой-то негатив, вы это будете чувствовать. Говорят, я попой чую, что что-то не так. И вот в этом случае сто процентов не надо ничего брать. с другой стороны очень важный момент, не надо доводить все тоже до хобби, что все люди какашки и все зло несут. Это не так. Но тем не менее, еще раз, давайте мыслите адекватно. Давайте не будем впускать в свою жизнь тех, кто в ней обязательно вернется на трет. Так, про порчу понятно? Напишите мне, пожалуйста, в чате, что вы поняли то, что я имела в виду про порчу. Мы с вами поехали уже дальше. Как снять порчу, кстати? Да, вот я вижу, ага, благодарю вас. Только у мастера. Вот здесь вообще просто у меня в последнее время, вы знаете, дорогие мои друзья, волосы встают дыбом. Вот когда ко мне приходят, говорят, а я сам пытался снять порчу четыре раза, чуть не помер, а почему вот мне было так плохо, я вот нашел способ в интернете 50 раз там помылся с соленой водой, 150 раз ездил на море, а мне такое хуже и хуже, почему? И свечкой-то я тебя чистила, и руну я на себе рисовала, и что только я не делала. Ребята, вы знаете, вот когда у вас болит аппендицит, вы будете сами себе операцию делать? Ну, чтобы его вырезать или проколоть, а спракал его тоже не вырезают, да? Вот то же самое здесь. Нельзя в свою энергетику вторгаться, если вы не видите, что вы делаете. Вы вслепую будете делать непонятно что. Вы все можете деньги перекрыть, так свечкой что-то там почистить, по фотографии сами себя чистят, кто-то там руны, руны это вообще очень опасный материал, но ни в коем случае не прикасайтесь к ним, если вы не ясновидящий. То есть, если вы не видите, как влияет этот символ на вас, не надо его трогать. Кто-то мантры слушает, то есть, у него энергетика вообще, например, человек провален, у него стресс, депрессия, он включает мантры, начинает болеть голова, вплоть до инсульта. Почему? Потому что частота вибраций, это физика вообще, частота звуковой вибрации не совпадает с частотой мозга. Начинается конфликт, человек становится плохо. Не надо заниматься самолечением. Давайте договоримся вот так, да? Так, следующий момент. Приворот. Эта тема тоже сейчас очень такая актуальная у нас, в интернете сейчас пестрят любовные напитки, любовные, любовные напитки, любовные делья. И все это опять же из-за невротического склада общества, потому что люди себя не любят, люди в себе не уверены, и вместо того, чтобы строить нормальные гармоничные отношения, люди начинают друг другу приворот офигачить. Что такое приворот? Приворот это подавление воли другого человека, целью сделать его объектом больной любви. Вот я, вы знаете, я даже не узналу это любовь, это зависимость. В тонком мире я это вижу, как такую пружинку с двух сторон, у этой пружинки страшные некрасивые крючки типа рыболоведких, и этими крючками давать человека проткнутый на когось, энергетически вот эта пружина их тянет друг к другу. Конечно, ни о какой любви здесь речи быть в принципе не может, это не любовь, это вызывание зависимости, психоэмоциональной и энергетической зависимости, очень тяжелой, и убирать приворот так же самостоятельно, даже наводить приворот самостоятельно опасно, потому что можно вместо приворота человека просто убить. У меня таких случаев было несколько, когда приходили девочки и говорили, я усиливала нашу любовь при помощи любовного напитка, я его прочитала в интернете, а парень почему-то умер. парень не почему-то умер, ты его убила, то есть ты пробил его энергетику, у него пошел отток силы, он эту силу не смог получить больше из ниоткуда, в итоге он разбился в аварии. То есть ты убийца. Это невозможно показать в физическом мире, но другой вопрос, знаете, незнание законов не освобождает от ответственности, то есть есть высшая сила, которая все это дело видит, и тебе прилетит за это рано или поздно. Но это уже в тему наказания, да, за черную магию, но симптомы приворота абсолютно то же самое, что и порча, плюс туда добавляется проблема с половыми органами, боли в сердце, потому что это два энергетических центра первых, которые пробиваются при привороте, 100% будет пробиваться в сексуальный центр. Без секса приворот сделать нельзя, то есть если не было сексуальной связи, ни о каком привороте речи быть не может. Можно понравиться человеку при помощи магии, это другой момент, когда есть такие обряды, и я считаю, их вполне светлыми, когда девочки при помощи определенных действий начинают настолько сильно тебя любить, что начинают светиться, и нравятся мальчишкам. И у них начинается свидание, у них начинается любовь, и прочее, прочее. Это не приворот, это не является черной магией, это не добавляет человека физической красоты, просто человек начинает тебя больше любить, и от этого, в общем-то, светиться, это нормально. Но еще раз, никакой приворот сделать без секса нельзя. Сначала нужна сексуальная связь. Первый центр, который пробивается при привороте, это половая чакра или половые органы, область половых органов. У женщин начинаются болезни, у мужчины, грубо говоря, отсутствие эрекции, либо проблемы с эрекцией, да, это может быть, что у нас, простатит, аденома и так далее. Боли в сердце, это в случае, если работал мастер, пробивается второй центр эмоциональный, это сердечный центр и у человека начинаются проблемы с сердцем и вообще с кровеносной системой. Дальше, следующий симптом, навязчивая идея об операторе или заказчике приворота. Что значит навязчивая идея? Это значит, что человек не может жить в своей жизни, он думает только о Маше. Вот Маша приворожил Васю, и вот Вася с утра встает, думает о Маше, в обед думает о Маше, то есть каждую секунду жизни у него посвящено Маше. Вот это будет симптомом приворота. Дальше, появление алкоголизма и наркомании. Если человек не был к этому склонен, то есть если человек до этого не пил и не употреблял наркотики, а после вот такой больной любви или вот такой зависимости человек начинает пить или употреблять наркотики, то вот это будет тоже признаком приворота. Почему? Потому что и алкоголь, и наркотики являются халявные энергии. То есть через это человек пытается восполнить ту энергию, которая у него постоянно утекает. Вспомним, да, вот этот ключок, который у человека пробит. То есть биополе это как такой шарик пузырь, внутри которого наша энергия сосредоточена. Она не только в теле, она еще и в силе биополе человека. Так вот приворот этого момента, где поле пробит, и в нем постоянная дыра, из этой дыры постоянно утикает энергии, человеку этой энергии не хватает, и он ищет ее компенсацию. И ее компенсация будет в чем? В алкоголе либо в наркотиках. Иногда бывает и то, и другое. Дальше, резко изменившийся характер и отношение с людьми. Это очень важный симптом, без которого ни один приворот диагностировать не надо. То есть если есть все предыдущее, но нет измененного характера, то нужно понимать, что это не приворот. Что значит измененный характер? Вот проще говоря, я обычно говорю так, что вы говорите уже не с вашим знакомым, не с вашим сыном или мужем или кем, вы говорите со стеной. У вас ощущение, что вы говорите эффект за стеклом. Вы говорите Маша плохая, он говорит нет, Маша хорошая. Не дай бог вы там что-то про Машу плохое скажете, которая сделала приворот, вас еще ударить могут и послать и может быть даже убить. Вот это будет симптомом приворота. Также изменившийся характер. Что значит? Человек был добрый, стал агрессивным. Вы знаете его 10 лет. 10 лет он был позитивный, отзывчивый, улыбчивый парень. И вдруг через 10 лет он начинает агрессировать, он начинает пить, у него начинаются проблемы с сердцем и что-то еще. Например, агрессия. Он разрушает все отношения с людьми. Это вот 90% случаев есть приворот. Человек начинает все отношения предыдущие рвать с родителями, с друзьями, с знакомыми. Человек теряет работу. Почему? Потому что он начинает пить. И так далее, и тому подобное. Дальше. Пятый симптом. Это если уходит из семьи, появляется омерзительное ощущение в постели с бывшим любимым или с бывшей супругой. Это если человек пытается у себя диагностировать приворот. Это очень важный момент. То есть все было нормально в сексе, и резко появилось омерзение. Могут быть неприятные запахи, могут появиться какие-то фобии, и вот это все будет симптомом приворота. И шестое. Периодически просветление сознания. того человека того приворот. Человек начинает думать, а почему я с ней? А кто это вообще? Человек как будто просыпается от этого влияния, и он не понимает, что происходит, и почему это происходит. Почему так? Потому что любое магическое влияние имеет срок действия. И порча, и приворот, и прочее. Максимальный срок приворота 40 лет. Это приворот делается на кладбище, и делается только мастером. Самостоятельно никто такой приворот не сделает, я вас уверяю. Среди черных магов вообще мало кто берется за приворот это грязной работой, потому что за эту работу платить будет не только тот, кто заказал приворотную, а тот, его сделал. Это очень важно. Еще раз, признаки или симптомы приворота. Вот здесь должно совпать 6 признаков, которые вы видите сейчас на своем экране. невротическая любовь. У нас сегодня с вами тема не совсем психологическая, поэтому если вам интересно, открывайте интернет, читайте, что такое невротическая любовь или невротические отношения. Это не будет иметь отношение к магии, это скорее отношение чисто к психологии, к работе психики человека. Следующее, про приворот, я надеюсь, что понятно. Поставьте пожалуйста плюсики мне в чат, чтобы я видела, что про приворот мы все с вами разобрались и всем все понятно стало. Так, пока я жду плюсики, расскажу вам историю жизни. Пришла ко мне однажды девочка, ну давайте Глаша, искал моего мужа при выражении, мой муж уходит там к Тане, потому что они лучше чем я, и эффект застекло, мы в постели грубо говоря, у меня ничего не получается туда-сюда, я смотрю в тонком мире, грубо говоря, ее мужа, муж любит Таню настоящей любовью, а это Глаша мужу всю жизнь колевала и всю плешь ему проела. Ни о каком привороте конечно там речи нет, виноват в том, что ее муж ушел сама Глаша, потому что Глаша истеричная дура. Извиняюсь за выражение, может быть даже цинизм, но это действительно так. Так вот у меня к вам большая просьба, давайте еще раз мы не будем самостоятельно лечить какие-то вещи, которые должен лечить врач, то есть специалист. Если вы идете к парапсихологу, то я всегда говорю, что надо сначала на него посмотреть. Очень много сейчас моих коллег, и я в том числе, мы спокойно, свободно, открыто выступаем в интернете. То есть на эти объявления сниму, приворожу, идти не надо. То есть если человек пишет, что он снимет, и потом через запятую, что он приворожит, то это точно не специалист, а шавлатан. Дальше. Что такое проклятие? Это вербальная установка или программа рассчитана на разрушение одного власти жизни или в целом всей жизни. Что такое вербальная установка? Это обязательно должно было звучать слово проклят, и обязательно от чего или что должно случиться с человеком. Например, заболеет, там умрет, во столько-то лет от того-то и от того-то. Проклятие очень редкая вещь, потому что для того, чтобы проклятие сбылось, нужно, чтобы человек, который это сказал, обладал огромной энергетической силой. Таких людей у нас немного, поэтому, слава богу, это влияние довольно редкое. И чтобы вы не попались на крючок шарлатану, очень важно, чтобы вы поняли, что у проклятия есть цикличность временная. Проклятие всегда будет повторяться по времени. Например, если есть проклятие по мужской линии, чтобы мужчины умирали от одной и той же болезни, обязательно это будет повторяться в одном и том же возрасте. То есть 21 год, одна и та же болезнь, примерно даже будет время повторяться, например, там, ноябрь месяц. И вот это уже можно подумать о том, что это проклятие. Все остальное, скорее всего, случайности до черной магии на самом деле очень мало. Большая часть тех людей, которые считают, что они там занимаются черной магией, на самом деле шизофреники, и в общем-то, кроме как посочувствовать им, ну, ничем другим заниматься не надо. А вот если вы чувствуете, что у вас в жизни какие-то проблемы и что-то вас тревожит, что-то вас беспокоит, что-то вам мешает, еще раз, не надо тыкать пальцем в небо, не надо читать в интернете, это, знаете, вот как читать про симптомы черной магии, то же самое, что читать медицинскую энциклопедию. Чтобы не прочитал, все мое, да, есть такой эффект, когда медицинскую энциклопедию открываешь, кажется, что все болезни твои. Вот то же самое и в симптоматике черной магии. Поэтому, если вы думаете, что с вами что-то не так, обратитесь к специалисту, не надо самому себе ставить диагнозы, и тем более заниматься самым лечением. Потому что вы себе там порежете, полезете аппендицит отрезать, а у вас гейморит. Прикольно, да, получится. Вот, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Следующий элемент, о котором мы с вами сегодня говорим, я надеюсь, что про проклятие понятно, по времени, я не знаю, есть у нас время или нет, это еще более редкое явление, это магия худо, или магия вудо, как у нас сейчас в народе говорят, это инвальтация. Появилось это дело у нас все на Гавайях, появилось это дело из религии, африканской религии, вудо, то есть религия называется вудо, это поклонение духам, миру духов. Очень созвучно это нашему шаманству, и вообще шаманству, потому что те, кто занимается шаманизмом, они общаются с духами тонкого мира, то есть с сущностями тонкого мира, с богами, с духами леса, с духами животных. И вот религия вудо очень похожа на наш классический российский шаманизм. Так вот, вуду это магия, которая возникла как карательная магия, потому что в свое время колонизаторы, которые использовали рабов на Гавайях, вели себя крайне жестоко и просто ужасно, и шаманы, или колдуны, или те, кто являются священнослужителями в магии вуду, разработали определенные методики для того, чтобы наказывать гадов при помощи психоэнергетического влияния. Вот что такое худу. И одна из разновидностей, которая в нашей стране сейчас почему-то тоже стала очень явно и ярко представлена, мне непонятно, почему, видимо, как-то мода к нам пришла или что-то еще, не знаю. Это инвальтация или создание куклы вуду. в нашей стране, в России есть подобный обряд, называется обряд Гога, обряд этот древний, обряд этот деревенский, но тем не менее, что это такое? Это полная копия, энергетическая копия человека, вольт или Гога, который используется для того, чтобы управлять этим человеком или воздействовать на этого человека. Что значит управлять или воздействовать? Ребят, ну, если вот этой куколке сломают руку, то у человека рука в эту же секунду не сломается. Не надо уходить в шизофрении. Но проблемы с этой рукой у человека могут начаться. Так вот, это очень редкое явление. Обряд этот может провести только в мастер, который очень хорошо с ним знаком, потому что он многоступенчатый, он очень сложный. И для того, чтобы этот обряд провести, мастеру нужны ваши биоматериалы. То есть, это кровь, ногти, сперва, пот, смазка женская и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы, допустим, думаете, что вам там кто-то куклу эту сделал, не надо придумывать себе ничего лишнего. Это очень редкое явление. Если вы все-таки решили, что на вас эту куклу кто-то или что-то там сделал, то давайте мы с вами ознакомимся с симптомами инвальтации. То же самое, что упорч, плюс ощущение, что есть двойник. Во сне очень часто людям, которым сделали инвальтацию, снится как бы близнец или его копия. И этот близнец как будто бездушный. То есть, человек видит, у меня в практике был случай с инвальтацией, когда мужчин рассказывал, я вижу сон, я вижу во сне, что я в зеркале вижу как бы себя, но это не я. И вот у этого я воткнутые иголки в руки, в ноги, у него кровище течет. Вот это будет симптомом инвальтации прямым. Сны с присутствием двойника, подавленная воля и диктующий что-то в голове голос. Не путать с содержанием и не путать с шизофренией. То есть, если у человека все было нормально, человек считался психически здоровым и резко, там, в одной из не очень прекрасных, там, я не знаю, ноябрьских ночей, человек начал слышать голос иди убей себя или убей свою семью и он не может сопротивляться этому голосу. Вот это будет симптомом инвальтации. Убирается это тоже только у мастера. Диагностируется это тоже только у мастера. То есть, опять же, не нужно себе ничего придумывать. Вот это наша жажда на халяву что-то там где-то найти или может быть в интернете я как-нибудь сам что-нибудь уберу. Вот это в случае таких серьезных влияний, как порча, например, настоящая, непридуманная или как инвальтация не работает. Скорее всего, вы наоборот сами себе что-нибудь напридумываете, впадете в навязчивое состояние или сами себе навязчивые идеи создадите, потом окажется пациентом в психиатрической клинике. Поэтому не надо заниматься самолечением, обращайтесь к реальному специалисту. Потому что очень много людей сейчас повально толпой ко мне идут, начинают мне рассказывать моего мужа приворожили, на мне порчи, а у меня инвальтация, у меня одержимость, я начинаю диагностировать человека, я понимаю, что там близко даже это не стояло, там классическая клиника, просто психическая расстройка. У большей части это стресс с синдромом навязчивого состояния. Все. Люди приходят и меня убеждают часами, что нет, это порча, нет там еще что-то, поэтому, пожалуйста, не занимайтесь такой ерундой. Я надеюсь, что про инвальтацию понятно, да, пожалуйста, поставьте плюсики, мы с вами поедем уже дальше. Жду опознавательных сигналов, готовьте свои вопросы, потому что тема довольно-таки интересная и непростая, поэтому я сегодня, в общем-то, с вами и на прямом эфире, чтобы на ваши вопросы ответить. Я жду, понятно ли, все было, про, вижу, света, вижу, хорошо, благодарю. Дальше, черный вдовец, черная вдова. Это еще более редкое явление, но тем не менее, оно имеет место быть. Это вид взаимовыгодного одержания или проклятием на смерть супругов и симптоматика, это если после смерти супругов какой-то человек, черная вдова или черный вдовец, так называемое, получает что-то выгодное постоянно. Мало того, что супруги мрут, как тараканы от дихлофоса, так еще и постоянно какие-то плюшки падают тому человеку, у которого мрут супруги. Если никаких позитивных явлений нет, а супруги мрут, как тараканы от дихлофоса, то это не черная вдова или черный вдовец, это вид проклятия. По-другому, чтобы было понятнее, вот черная вдова или черный вдовец это энергетический вампир, к которому подключены сущности или бес или демон. Если вообще убрать сущности, это просто очень сильный энергетический вампир, который после смерти своих супругов получает какие-то бонусы. Вот это и есть черная вдова или черный вдовец. Это редкое явление, но тем не менее у меня был на приеме года три или четыре назад был мужчина, который попал в супружеские узы к такой даме, которая троих уже похоронила и в общем-то он тоже заболел довольно серьезно. Я столкнулась с этим явлением. Если бы этого случая не было, я бы, наверное, вам сегодня об этом не рассказывала, но тем не менее это и есть. Как это убирать? Срочно разрывать такие узы. Ни в коем случае не продолжать отношения с этим человеком черный список, блок-лист и до свидания, иначе этот человек вас убьет. Помощь мага, вот знаете, как мужчина говорит, а давайте мы поможем моей супруге. Я говорю, вы не сможете помочь своей супруге, потому что она получает выгоду с этого. Ей не нужна сейчас помощь, ей нужно, чтобы вы умерли, ей досталось Бентли, грубо говоря. Поэтому в этом случае только бежать естественно энергетически можно сходить восстановиться или психику восстановить у психолога да ради бога, но основная задача будет человека, который попал в брак вот к такому товарищу, это в общем-то бежать, причем бежать без оглядки. Я надеюсь, что про черного вдову, черного вдовца понятно. Следующая тема у нас с вами венец безбрачия, мифы. Почему мифы? Ребят, нет такого понятия в принципе. Так же, как и понятие печати одиночества. Сейчас очень много шизотериков в интернете спекулируют на этой теме. Что значит спекулируют? Да деньги просто делают так. Нет такого понятия венец безбрачия. Есть порча на одиночество, это немножко другое, симптоматика другая, то есть все, о чем мы с вами говорили в теме порчи, будет записано на ютубе, пожалуйста, кто не успел вначале все это прослушать, можете открыть ютуб, и тоже все это дело посмотреть, послушать и сделать какие-то свои выводы. Но тем не менее, вот этих терминов у настоящих практиков, у настоящих эзотериков нету. То есть, если вы слышите печать безденежья, или там венец безбрачия, или печать одиночества, это миф, и вас пытаются обмануть. Не поддавайте ни в том случае, уходите. А порча на одиночество, порча на деньги, это вся симптоматика порчи, плюс то, что человек либо один, и у него нет гимии. Вот и все. А то, что говорят, вот там твоя прабабка, там кого-то там приворожила, все, ты теперь будешь всю жизнь один, и тебе нет безбрачия, это обман. То есть, вас обманут, вас пытаются вытащить много денег. Дальше, следующий вид негативно-магического влияние довольно редкий с точки зрения обряда, но довольно часто и с точки зрения моды у нас на нейролингвистическое программирование, на гипноз и прочие влияния на сознание в народе называется морок. Я это называю программа, когда человек ставит какое-то убеждение или какую-то программу дику питает. Ставит лучший порошок в мире, ставит это через рекламу, пробивается естественный фильтр сознания, который называется критическое мышление и человек вместо того, чтобы там купить свой любимый порошок, например, там я не знаю, XXX, он покупает вот этот вот тот, который был в рекламе. Но мы сегодня с вами говорим о магии, поэтому сегодня я про морок вам скажу с точки зрения магии. Это искаженное восприятие жертвы посредством специального обряда. Делается это для того, чтобы запутать мысли или навязать какие-то мысли или заставить человека что-то сделать или заставить передумать и симптоматика будет такая же, что упорче, плюс это туман в сознании, человек вообще не в состоянии ясной мысли, это неспособность принять решение, это паника перед любым выбором, потому что происходит подавление воли, человек не может сам принять никаких решений. Вот это морок. Морок тоже убирается только у мастера, самостоятельно прийти в ясное сознание, конечно, можно, если вы в колоде свалите с водой в угоде плюс 7 и там побудете какое-то время и то симптоматика вернется, вы только на несколько минут вернете себе нормальное ясное сознание, а дальше, чтобы восстановить уже это сознание на постоянной основе, вам необходимо будет обратиться профессионал. Настоятельно морок не снимается, тоже довольно редкое явление, расскажу историю, легенду такой о морской области, что в одной деревне в Похосневском районе жила колдунья, которую искали во времена Второй мировой войны сотрудники НКВД, искали для того, чтобы она помогла в общем-то в ходе этой войны, довольно такая сильная была ведьма и не могли найти ее дом, все жители деревни ее дом видели, а сотрудники НКВД ходили вокруг да около, а попасть не могли, то есть она что сделала? Она сделала морок, она их заморочила энергетически, напустила туману и они не смогли найти ее дом. Вот такая есть легенда на моей родине. Вопросы если есть, пожалуйста, готовьте, пишите, а мы с вами тем временем продолжаем. По поводу негативных магических влияний. Еще раз я жду от вас вопросы, потому что мы с вами практически подошли к концу нашей с вами сегодняшней беседы и сейчас я вам расскажу за что приходит зло. Я начала с этого нашу беседу, что ни одно негативное влияние не приходит просто так, оно всегда приходит за что-то. И сейчас мы с вами будем рассуждать на тему того за что. Первое это страхи. Дело в том, что то, о чем мы думаем, мы, давайте так, мы являемся волшебниками в голубом вертолете или еще по-другому скажу, мы куем свое счастье сами. Куем каким образом? Куем эмоциями, образами и мыслями. И когда у человека постоянно видеоряд в голове, что все будет плохо, у него все будет плохо. Поэтому, если вы чувствуете, что вы полны страхов, обращайтесь, пожалуйста, к профессионалу, который вам поможет эти страхи проработать. Либо пробуйте самостоятельно их проработать, это уже на усмотрение каждого. То есть, я и психолог, и парапсихолог, ко мне можно и с фобиями, со страхами, и с какими-то энергетическими влияниями, это уже на ваше усмотрение. Второе, это умение, это вообще, на мой взгляд, одно из самых печальных происшествий современного времени, потому что человек встал очень-очень много свободного времени, дело было вечером, делать было нечего, люди начинают придумывать сами все проблемы. Умение является симптомом невроза, невроз очень тяжело лечится на самом деле, и для лечения невроза действительно нужен психотерапевт. просто так самостоятельно выйти в невротическое восприятие в действительности очень трудно. Я не видела ни одного человека, которому бы сделали порчу, кто не страдал по неврозам. для наслаждал ему всех по-своему, да? Поэтому вместо того, чтобы унывать, давайте просто как-то радоваться уже жизни, потому что у нас не так много времени на самом деле на этой планете, там около 70 лет плюс-минус, да? Вот, и тратить это время на то, чтобы сидеть и думать, что мир какашка и люди злые, я не знаю, мир полон зла. Я считаю, что это лишнее, не стоит этим заниматься. Везда, в общем-то, вселенная и бьет, ну, как бьет, она отрезвляет через то, что вы сталкиваетесь с теми людьми, которые вам наводят порчу, привороты и прочую, прочую, нелет, приятную энергетическую картину, да? дальше обиды, плохо не тому, на кого обижены, а тому, кто обижен. Давайте учиться прощать. Дальше претензии постоянные, давайте как-то уже сообразим и начнем воспринимать реальность как реальность, а не как какой-то вымышленный мир. Претензии появляются тогда, когда мы от кого-то что-то требуем. Нам с вами желательно было уже давно, мы взрослые люди, да, все понять, что нам никто ничего не должен, так же, как мы никому ничего не должны. Нет ожиданий, нет претензий. Это раз. Во-вторых, очень большая проблема современного общества, по крайней мере, в нашей стране, в России, я знаю, что в странах ближайшего СНГ есть, люди не умеют говорить, говорить другому то, чего не хотят. Почему-то у нас огромное количество толпа просто людей, которые думают, что мир населен телепатами, и все должны срочно читать их мысли и понимать, что им надо. Хочешь чего-то, скажи это, и если тот человек, которому ты это сказал, не делает этого, скажи это второй раз, на третий просто уйди, потому что это не тот человек, который будет делать то, чего бы тебе хотелось. Для него это может быть недопустимо, ему это может не нравиться, это нормально, он тебе ничего не должен. То есть это здоровые психические отношения, когда люди просто понимают, вещи простые, как дважды двое на самом деле. Ко мне просто толпу людей приходят и рассказывают, как муж или жена, вот какие они редиски, вот он меня не понял, он меня не услышал, он почему-то не пошел гулять с собакой, а пошел на работу. Вот вплоть до такого бреда я слышу иногда на консультациях, то есть давайте уже как-то приближаться к психическому здоровью, потому что вот это поколение невротиков, которое у нас началось на 50-х годах Советского Союза, и до сих пор продолжается, это ужас, ребята, это просто туши свет, бросай гранат, называется дальше. Следующее, за что приходит зло или приходит негативное магическое влияние, это зло с конфликтностью, вины и гордыни. Ну, понятно, что если вы радуетесь жизни и желаете другим добра, порчик вам не придет. Другой момент, когда человек думает, что он желает другим добра и параллельно всех осуждает. Мне очень много таких вопросов задавали, в этой конференции я веду не первый раз, я ее делала и на семинаре вот так, это так, отлично, в оффлайн режиме, да, и первый вопрос, который мне задали, ну, я же добрый, я же хороший, они мне порчу сделали, за что? Я говорю, может, ты покопаешься в тебе и поймешь, что ты не такой уж и добрый, что вот из этих семи грехов, хоть и один, да есть, и что все не просто так. Помните, я вам сказал не врать себе, как извается, точнее, как предупредить порчу, не врать себе, быть честным с собой. Очень много людей ходят, осуждают и смотрят на других с высока, потом думают, за что мы сделали порчу, да все просто. Как это, в другом глазу старинку, да, в своем бревно не вижу. Ребят, я жду вопросы о нашей сегодняшней теме, и мы с вами продолжаем. Это уже открыла я. Ага, ну тут будет уже рассказ про меня, кто я такая и в общем-то зачем ко мне можно прийти. я не приглашаю к себе на консультацию. Начнем с этого. Я говорю о том, что я их веду. Я говорю о том, что никакие массовые обряды или практики общие, там какие-то групповые терапии и прочее с точки зрения биоэнергетики или по-другому эзотерики или магии не работает. Работает только индивидуальная работа. Когда приходит человек, я могу уже взаимодействовать с отец, смотреть, что у него там было в жизни, где он, когда накуролесил, почему и за что к нему это прилетело. Поэтому я не собираю никаких массовых обрядов, там чистки, отпорчи или еще чего-то. Вот содержание маленько. Другая ситуация была, но этот обряд уже у нас прошел. Тем не менее, лично он, кстати, остался, поэтому, пожалуйста, можете тоже обращаться. Я жду вопросы. Про меня тут все написано, я не люблю все дифирамбопедии, я психолог и эзотерик. Давайте начнем с этого. Занимаюсь я всем этим делом уже около 10 лет, занимаюсь довольно серьезно и плотно. Ну, как-то так вот пришло это в мою жизнь, когда я начала видеть, смотреть телевизор у себя в голове. То есть, видеть какие-то картинки, которые совпадали с событиями из жизни других людей. Я потом людям просто это рассказывала, и людям удивлялись и говорили, да-да-да, с собой были этого цвета, да-да-да, в 15 лет вот такой-то, такой-то, сделал так-то, так-то и было так-то. Вот. И я начала учиться, поехала в Урал в свое время, познакомилась с потрясающими мастерами и шаманами, видимо, в том числе, и закончила курс психолога, кстати, и науки тоже там есть, но много чего есть, не буду себя расхваливать, не люблю. Я думаю, что по сегодняшней нашей с вами беседе уже все понятно, кто внимательно слушал, тот понял, с кем он разговаривает. Что я могу? Я могу много чего. Единственное, я скажу сразу, чем я не работаю, я не работаю с проблемами со здоровьем, если они вызваны чисто физическим путем, то есть, если человек сам себя довел до каких-то болезней, я могу с этим поработать только как психотерапевт с точки зрения психосоматики, наука есть такая, да, вот, а энергетически какие-то там целительства или по щелчку пальцев убрать онкологию, я этим не занимаюсь и советую вам вообще не верить тем, кто говорит о том, что он онкологию вылечит за три сеанса. Это бред, это обман, никто так не работает, даже исполнительный. Работаю и с семейной психологией, и с негативным логическим влиянием, то есть, я их убираю, да, ищем путь жизненный и прочее, прочее, и прочее. Со всем этим я работаю. Так, я даю вам пять минут, солнышки мои, да, чтобы вы мне написали вопросы. Если у матросов нет вопросов, это очень плохо, значит, вы ничего не поняли. По крайней мере, я такого не сделаю. Поэтому я жду от вас вопросы, я надеюсь, что мне слышно, я надеюсь, что у меня работает чат. Надя, напиши что-нибудь в чат, пожалуйста, чтобы я поняла, работает у меня чат или нет. Я жду вопросы. Так, вот я вижу, ага, вопросы могут быть по этой теме, могут быть по теме психических расстройств, которые часто путают с негативными, магическими влияниями. Это действительно бывает очень часто. Как отличить клинику от энергетического удара, токового практика, токового специалиста. Сами вы себе диагноз не поставите. Я еще раз говорю, это то же самое, что читать медицинскую энциклопедию, чтобы не прочитал все мое. Фигемориста у меня есть и простатит, то у меня есть. Не важно, что я женщина. То есть, вот это делать не надо в том случае. Жду вопросы. Так, есть у вас сайты, канал на ютубе. Это все вопросы к нам. Есть и сайты, канал на ютубе. По имени ищите, все будет. Все будет. Последний, кстати, о чем был диалог, который я открыто вела. Я надеюсь, что мы на вашей площадке тоже это сделаем. это невротическое отношение и здоровая любовь. В чем разница? Галя пишет, а к вам можно обратиться за консультацией? Да, Галя, можно. Ссылка чуть выше, которую давала Надежда. Как раз это будет ссылка на консультацию. Работаю со всем, кроме здоровья. Любой ситуации. Ссылку еще раз. Надечка, пришли, пожалуйста, людям еще раз ссылку на личную консультацию. Еще вопросы жду. Я чувствую, что аудитория довольно здравая, разумная, поэтому не надо стесняться сидеть, как ежик в тумане. Я понимаю, что у меня информационный поток довольно большой, серьезный, но тем не менее, я очень люблю отвечать на вопросы, здоровые вопросы, здоровых людей, поэтому жду вас по вопросу. я еще и статистику собираю от того, что людям интересно, чтобы потом, в общем-то, это озвучить и с вами об этом уже поговорить. Завтра мы с вами, кстати, встречаемся в то же самое время. Тема у нас будет некротические связи или связи с миром мертвых. Это когда мертвые снятся, мучают, когда нет сил, когда жестокие переживания Васи на кого что нас покинул. И я буду вам рассказывать еще и о том, о классических ошибках в обряде похоронок. То есть, чего делать нельзя, чтобы ваши покойные родственники были действительно покойными, то есть, они были спокойными или упокойными. Расскажу, кто такие неупокойные души, откуда они берутся и почему их сейчас так много. Это у нас будет завтра в 21.00 также по Москве. Булавки, браслеты, амулеты стоит носить от глаза и прочее. Все зависит от вашей веры в это. Вот здесь работает чистая плацебо. То есть, настоящий артефакт или предмет магической силы, который был заряжен мастером, это очень большая редкость. И из мастеров вообще мало кто за это берется, чтобы ставить программу, потому что любая защита это то, что вас закроет не только от позитивной энергии, но и не только от негативной энергии, точнее, но и от позитивной энергии. Защита делается всегда временная. Не бывает защиты постоянной. Вот я недавно в интернете прочитала такую статью, где товарищ пишет, что вот вечная защита от порчи из глаз. Так не бывает. Если человек ставит себе вечную защиту, он в итоге сам себя убьет, потому что он не будет получать никакую энергию, ни плохую, ни хорошую. Это закрывает полностью поле. И от естественной энергии, которая должна к вам приходить в том числе. Поэтому все вот эти булавки от сглаза это плацебо. Вот знаете медицинский термин плацебо? Вместо таблетки сахара он выздоровел. Вот здесь то же самое. Достаточно верить в то, что вы никому зла не причиняете, то, о чем мы с вами сегодня говорили, да, не зли других и сам не злись. Мы гости в этом бренном мире, как говорила Мархаян. Вот если вы живете по этим принципам, довольно простым, живи сам, а дай жить другим, то никакие вам булавки, красные нитки и прочая фигня не нужна. Дальше. Притянуть деньги успех. А если деньги приходят и наследство, но уходят как сквозь пальцы, это что? Это надо диагностику делать. Это бывает в разных абсолютно случаях. Бывает просто вы разгильдяй, а бывает, что у вас порча на деньги. То есть это надо диагностировать. Дальше. Галя пишет, красную ниточку повязывать на руку от глаза. Это помогает или нет? Это помогает как отвлекающий маневр. То есть я еще раз говорю, когда мы с вами говорили сегодня о защите фотографий в социальных сетях и вообще в интернете, есть два вида, два типа защиты. Можно убрать информацию с фотографии, это делает мастер. Например, знаменитый человек, музыкант, артист, художник. У меня были такие люди, которые просили как-то оградить их фотографии. В этом случае мы вынимаем из картинки энергию человека. То есть мы забираем его как бы след, чтобы по этому следу или по этой ниточке энергоинформационной ему не могли причинить вред. Это один способ защиты фотографии, это делает мастер. Второй способ защиты не только фотографии, но и вас самого, это предмет одежды красного цвета. Это работает чисто над психологией. Первое, на что человек обратит внимание, у нас так зрение работает, это будет предмет красного цвета. Поэтому уже навредить вам будет довольно сложно. А защититься таким образом от черного мага невозможно, это бесполезно. Еще вопросы жду. У нас с вами есть еще время, я думаю, да, Надь? Напиши, пожалуйста, есть ли у нас еще время. Или я сегодня последняя выступаю, я не знаю. И жду еще вопросы. У нас довольно много народу в комнате, все сидят, как ежики по углам, наверное, все в шоке. так, Эльза пишет, за что мы попадаем в частные косметические медицинские клиники, где нам посредством орг подсовывают, не читая подпись, кредитный договор на косметику и медизделие, не подлежащие возврату за огромные деньги. За глупость. Все. То есть, если вы попали в какую-то клинику и вас там облапошили, в общем-то проблемы у вас, никакой там магии или еще чего-то нету. Я один раз только сталкивалась с таким случаем в Самаре у нас открылся магазин эзотерических товаров. Я когда в него зашла, там был приворот на клиентов. Есть такая программа, которая как будто медом, пчелом помазана, люди туда идут и все подряд покупают, не глядя, без разбора. Вот, чтобы от этого защититься, нужно быть психически здоровым человеком. Что значит психически здоровым человеком? Когда вы куда-то идете, задаете себе вопрос, а для чего мне это? А зачем мне это? А мне это действительно нужно? А это нужно действительно мне? И вот эти вопросы вас оградят от необдуманных покупок или подписей в непонятных каких-то медицинских клиниках. Я вот не хожу в частные клиники вообще. Я вообще редко к врачам хожу, но тем не менее. У нас просто век такой, понимаете? У нас эпоха потребления меняется на эпоху созидания. Я не знаю, мы будем с Надей делать эту лекцию, вот эту встречу точнее с вами на тему смены эпох энергетических и психологических в том числе. У нас идет смена эпохи, скажем так, эпохи сатаны на эпоху Бога. Поэтому вот это потребительство, оно сейчас очень ярко так плещет и параллельно появляется очень много духовных организаций, люди начинают вспоминать о том, что они люди, это мне в принципе очень нравится. Так что я думаю, что я надеюсь, я вот искренне верю, что добро, в общем-то, добро и психологическое здоровье победит невроз и потребление. жду еще вопросы. Время у нас есть. Так что про клиники вот так. Все я сказала, что хотелось сегодня или нет. Вроде все. Так, опять у нас все сидят как ежики в тумане. Давайте выходить, я сегодня только пересматривала этот мультик днем. Потрясающий мультфильм. Ага, вот я вижу вопрос. Вижу я вопрос. Агрессивная реклама. Агрессивная реклама это воздействие на сознание посредством нейролингвистического программирования. Галина пишет, а наркомания это только порча? Нет, конечно. Причина у любого вида аддикции есть такая наука аддиктология называется. Это скажем так, наука как дочка наркологии. Это изучение причин зависимости и этих причин огромное количество. И негативные магические влияния это одна из самых редких причин возникновения аддикции или зависимости по-другому. Люди зависимы много о чем. Мы зависим от еды, мы зависим от сна. И то, что кто-то зависит от курения или от наркотиков скажем так, я бы не стала это судить. Это проблема невротического характера, то есть это самоуничтожение, медленное самоубийство. А вот о причинах этого медленного самоубийства уже с человеком будет работать специалист, то есть либо нарколог, либо психолог, либо психотерапевт. Поэтому считать, что наркотики в жизни человека появляются только при черной магии это, конечно, бред. Ни в коем случае очень много причин и в личности проблемы личностного характера, и в психике. Это могут быть различные психические расстройства, шизофрении, шизоцепическое расстройство, обсессивно-компульсивный синдром, маниакально-депрессивный синдром, да там масса причин может быть. В рост, на самом деле это общее название целой кучи подоплеки психических расстройств. С этим работают специалисты, я в том числе я психолога. Да? Алая Роза пишет, можно ли смотреть в глаза подружки долгое время? Она прочитала, говорит, хорошая методика, это вредит. Я не понимаю ваш вопрос, к сожалению, если вы имеете в виду зрительный контакт, все зависит от вашего восприятия. То есть, если вам комфортно постоянно смотреть в глаза другому человеку, досмотрите его ради Бога. Если вам дискомфортно, не надо этого делать. Вот и все. То есть, здесь нет какой-то аксиомы или общего правила. Если вам хорошо, делайте это. Если вам плохо, не делайте этого. Все. Дальше. Вопрос. Если человек достаточно ответственен, он в настоящее время не может дело довести до конца. Можно ли считать, что делаешь не свое дело? Это зависит от отношений. То есть, если человек чем-то занимается, но не хочет этого делать, то его подсознание будет само уничтожать в общем-то все попытки что-либо сделать. То есть, лень, это не всегда плохо, иногда это вообще самозащита. Так. Дальше. От наркомании можно избавиться? О, это все индивидуально. Это зависит от желания в общем-то самого человека. Хочет ли он от этого избавиться или нет. Плюс там есть же виды наркотиков или та же самая зависимость, которая имеет химическую подоплеку, когда у человека уже организм отравленный и сам организм начинает требовать это какое-либо вещество. Это все индивидуально, это все прорабатывается со специалистами. Да, насчет наркотиков и насчет вообще зависимости. Я не знаю ни одного колдуна или мага, который избавил бы от наркотиков. Я работаю иногда и все зависит от желания самого наркомана или алкоголика. То есть если есть желание избавиться, я могу с этим работать. Но я с этим работаю с точки зрения психотерапии, а не с точки зрения энергетики. То есть последнее, с чем мы работаем, это энергетика. Начинается все с работы с личностью. Когда это возникло, почему, что послужило причиной того, что человек сам себя уничтожает. Это знаете, как вопрос татуировок. То есть психически здоровый человек никогда не будет делать татуировку. Почему? Потому что это больно. Все просто. Ладно, там прокалывать уши, это уже в принципе давно практикуется и как-то уже все привыкли, что это нормально для женщин. Но огромная область в теле, которая подвергается агрессии извне в виде иголок или станка вот этого татуировочного и причиняет боль, это невроз. Это желание причинить себе боль. Это проблемы психологического характера. Еще вопросы. Я надеюсь, что про наркоманию я ответила. Интересно, как мне эти вопросы идут. Еще вопросы. Жду, буквально, 10 минуточек и заканчиваем уже. Пожалуйста, я вижу, что в благодарности приятно очень я рада была вас увидеть. Ну, как увидеть на тонком я ощутила некоторых людей и очень интересные люди. Так что приятно было в вашей компании находиться. Еще жду вопросы. пока я здесь. Потом начинается мне на ютубе, на почте наличной, на сайте вопросы пишут. А я был на вебинаре, на вебинаре вопрос не задал. У меня сразу некоторые говорят, что ты делал в этот момент? Вот когда я вот так в онлайн-эфире, почему-то не задал свой вопрос. Давайте не будем до этого доводить. у меня есть семья, у меня есть личная жизнь, я не могу круглосуточно сидеть и ждать ваших вопросов, поэтому давайте сейчас, пока я на прямой связи с вами. Надеюсь, что Надя будет приглашать почаще, будем с вами почаще говорить, потому что тем очень много, особенно по последним моим наблюдениям за жизнью, за людьми и за происходящим, прям поговорить о многом хочется. Сейчас, например, вообще идет тема любовь и зависимость, я не знаю, возьмем эту тему или нет, посмотрим. Тоже довольно такая тяжелая тема, это невротические отношения, приворот в том числе, как это все возникает, и что с этим делать? Как стать психически здоровым человеком? Сейчас очень много говорят о любви к себе, да? Полюбите себя и будет вам счастье. А где эта граница между эгоизмом, эгоцентризмом, нарциссизмом и здоровой любовью к себе? Вот кто-нибудь может мне сейчас сказать, в чем разница между нарциссизмом, например, и здоровой любовью к себе? Да, очень хорошо, вот Наденька предложила, ребят, напишите темы, которые вы бы хотели обсудить, потому что действительно, ага, вот Галя пишет, а психологически можно избавиться от переедания и похудеть? Конечно, так причина этого лежит в личности, когда человек переедает. Конечно, пожалуйста, я с этим работаю вполне себе, я вообще считаю, что нет идеального тела, я считаю, что стандарты там 96-90 это неадекватно, потому что у каждого человека личный склад, индивидуальный склад организма, другой вопрос, что если вам это действительно причиняет дискомфорт, пожалуйста, обращайтесь, поработаем без проблем, точнее, эти все самые проблемы уберем. Следующий вопрос Света задает, сейчас очень много молодых людей делают татуировки на теле, это вредно, еще раз, я не сказала, что это вредно, нет понятия вредно, нет понятия нормы на самом деле, вам любой психолог скажет, что понятие нормы условно той личности, которая пришла с этим понятием, то есть то, что нормально для вас, есть такая пословица, то, что нормально для русского, смерть для немцев, нужно понимать, что то, что нормально для вас может быть абсолютно аномально для другого человека, я сказала не о том, что это ненормально или вредно, я сказала о том, что татуировки это признак желания причинить себе вред, признак невроза, но сказать нормально невроз или не нормально это совсем другое дальше добрый вечер леночка дальше если развод был лет пять назад а бывшая жена до сих пор говорит если будешь например с этой иры то у ребенка то ребенка не буду давать что это но она дура просто если упростить и решается это посредством судебной практике то есть у нее скорее всего обида и прочее она пытается все это дело на вас слить и манипулировать вами через ребенка ужасная вещь то есть это соцопека суд пожалуйста вперед все это можно решить лена пишет опорчу можете снять да я об этом два часа с вами говорю что я работаю с этим и убираю не только психологические какие-то проблемы помогаю точнее вам их решить с вами мы их решаем и разбираемся в них но в том числе энергетически и порчу из глаз и приворот и все остальное ради бога пожалуйста но прежде чем все это дело убирать нужно сначала продиагностировать есть она на вас действительно или нет жду еще вопросы я работаю практически совсем то есть и порчу убираю и делаю что-то хорошее в вашей жизни моделира мы новую реальность новое будущее невроз мы с вами лечим недавно был случай как раз скажу наверное пока вы вопросы задаете у мужчины классическая шизофрения с расслоением сознания то есть у человека внутренний мир внешний мир и между ними серьезный конфликт вот четыре года мы с ним работали на постоянной основе то есть раз в полгода где-то мы встречались и немножечко корректировали его восприятие реальности и из человека который постоянно находится находился точнее в состоянии какой-то паники фобии ненависти к внешней реальности добился своего свое дело открыл женился у него сейчас все хорошо вот для меня одна из последних потрясающих побед потому что приятно даже на душе что все-таки он смог помочь сам себе и услышал меня работали так может про обряд записи скажете то есть обряд избавление от скажем так негативных субстанций наркотических или от бесов по-другому от сущности темного мира обряд этот находится у нас записи этот обряд вы можете провести себя дома он очень подробно проведен его можно повторять не чаще раза в месяц но можно помогает в чем помогает если у вас навязчивые идеи постоянно очень хорошо работает с навязчивыми имеется ввиду идеи конечно природа которых является подселение сущности есть синдром навязчивого состояния это синдром психического расстройства и путать это с одержимостью бесом не надо это разные вещи есть конкретно одержимость если вы думаете что вы одержимы то я бы начала не с обряда с консультация чтобы мы диагностировались вообще есть ли она у вас а может быть вам нужна помощь психолога анимага или шизотерика чаще всего так и бывает на самом-то деле так еще вопрос я вижу то есть все и очень тяжелые до диагностированную снимать отказались и она понимаете вот еще раз чтобы диагностировать порчу человек который вообще работает с диагностикой да вам говорят конкретно примерно когда она была сделана кем и за что если это вам не было сказано либо если это было пальцем в небо тыкнуто вы головой просто покивали это у вас обманули еще раз порча это очень редкое явление я надеюсь что вы меня услышали потому что у меня совершенно недавно тоже была женщина которая два часа мне билась как рыба об лед доказывал что на ней есть порча мы с ней беседовали по скайпу консультация проходит по скайпу до результата то есть нет ограничений по времени мы с вами можем 30 метров давать можем 33 часа вполне себе спокойно пока мы не добьемся каких-то результатов пока мы не получим результат а вот но тем не менее и вот вот это вот история о том что и сделали порчу не ни одного симптома порчи нет то о чем мы говорили раньше она мне убеждала что на ней порча не пока мы с ней не поняли что у нее просто обострение невроза причем сезонно это было весной галя значит пишет случае обострения невроза нужен психолог самостоятельный невроз не лечится так что ее овалкам если вы считаете что у вас какие-то проблемы с психикой я тоже с этим работаю исключение это клиническое нарушение работая мозга или сознание или центральной нервной системы с этим я не работаю с этим нужно идти к психиатру галя пишет а можно к вам записаться через месяц по вашей ссылке сейчас не могу да ради бога пожалуйста как хотите каждый живет как хочет так ну еще жду там четыре минутки буквально ваши вопросы а народу все больше пожалуйста можете задать свои вопросы в общем-то для этого прямые трансляции делаются чтобы можно было напрямую чеку задать вопрос правда и иногда удивляюсь когда бывает аудитория по 200 по 300 человек и тишина так что давайте у вас есть уникальный шанс выграть мне прямой вопрос а света пишет маленького мой муж одно время носил в дом изображение чертей в виде фигурок письменные приборы кружки с чертями вместо ручек это чтобы вам вы испытывали вы знаете свет но это надо индивидуально конечно смотреть что это было было ли дискомфорт в этот момент были голоса ломался и техника что происходило в этот момент с вашим мужем хорошо ли он себя чувствовали плохо стал ли он более агрессивен и вот вы говорите одно время значит сейчас это уже не происходит поэтому скорее всего просто увлечение это было вообще нежелательно конечно такие вещи делать но тем не менее если это прошло то и слава богу если это имеет какой-то эффект и влияние на вас до сих пор то пожалуйста ее волком на будем смотреть убирать что тому что там с вашим мужем произошло а все я не увидела я прошу прощения стал агрессивен пил если вас от тревожит вам это мешает я вам предлагаю прежде чем записаться на консультацию завтра в 21 00 прийти на нашу же с вами беседу на тему некротических связей говорить как раз о покойных людях о том как у нас возникают связи и почему мы не можем отпустить и чё делать если мы их не можем отпустить об этом я буду говорить завтра так вопрос наркоманы и алкоголики всегда обвиняют свою зависимость и окружение это злой ли результат заболевания это результат психического расстройства человек который страдает неврозом например или каким-либо другим психическим расстройством он не в состоянии взять ответственность на себя он как больной ребенок поэтому человек будет винить окружение я пью потому что у меня жена плохая или я там не знаю нимфоманка потому что у меня муж козел помани это тоже зависимый аддикта вот поэтому в общем-то причины этого это психическое расстройство глубоко в личности здесь работать надо то есть вот так вот знаете такие вопросы интересные вот на на массу нельзя ответить на этот вопрос для всех абсолютно тех кто в общем-то занимается алкоголизмом страдает или наслаждается это все индивидуально у кого-то причина в том что вот аман в детстве билла у кого-то причин в том что его пап маму на глазах его зарезал у кого-то причин что родители там бабушки сбагрили до десяти лет он у бабушки жил мам папу не видел да грубо говоря и молоко не сосал то есть причин очень много это надо работать индивидуально дальше и запишет познакомилась мужчина и сказал что у меня три порчи одна насмерть я написал по электронной почте видящему космоэнергию то из другой республики тот поставил тоже диагноз снял через год снова порчу диагностировал прокомментируйте пожалуйста реально ли это была порча или за есть у вас была вся симптоматика порча который я сегодня говорила раньше то что может быть это была порча другой вопрос что еще раз для того чтобы понять реальный ли перед вами эзотерик или перед вами шарлатан вот вам всегда скажут причину когда это появилось кто это сделал и за что оно пришло если вам просто на обмом пальцем в небо на те порча это вот как цыгане на вокзале да я очень люблю цыган как нацию и очень глубоко уважаю у них очень сильная кровь и не очень много на самом деле пережили да но тем не менее бывают такие встречи не самые приятные когда вот идет а порча на тебе отдай мне там тысячу рублей это развод то есть вас просто разводят на деньги поэтому давайте мы еще раз вернемся к адекватному восприятию то есть всем пальцем в небо тыкнули на те три порчи порчи на спать три порчи это вы бы ползали вы бы не ходили в на работу встать не смогли вот три профессиональных порчи вы бы сгнили за три дня так что вы знаете я сомневаюсь что это действительно порча была я думаю что у вас просто пытались развести но что что два незнакомых человека поставили один диагноз есть понятие коллективное бессознательное у шизофреников вот это вот место крышечка открыта и они могут воспринимать информацию из коллективного бессознательного что такое коллективное бессознательное вай-фай по которому все с вами связаны это открыл еще карл бюстов юнг ученик зигмунда фрейда они могли одно и то же просто считать с вашего бессознательного есть понятие эмпатии есть люди которые могут читать ваши мысли не потому что они колдуны или эзотерики а потому что у них просто открыто вот это восприятие ваших эмоций ваших страхов люди этим пользуются начинают вам вешать 150 на те порчи 120 на те проклятий завтра ты умрешь отправь мне 150 тысяч долларов на счет в швейцарском банке и порча у тебя кончится нет конечно все бред если вам не сказали кто за что и почему это не порча это развод еще вопросы я думаю что наверное последний сейчас я вопрос отвечу и уже мы с вами будем прощаться до завтра жду 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 еще вопросик от счастливчика кто меня застанет в онлайне и и уже тогда завтра скажу про завтрашнюю встречу тему пока вопрос жду наверное сразу скажу завтра в 21.00 мы с вами встречаемся тема у нас будет некротические связи мир жизни мир смерти мир живых и мир мертвых как эти миры пересекаются кто такие неупокойные души какие ошибки бывают в обряде похорон и как избежать того чтобы в общем-то ваш близкий родственник после смерти мучился как помочь душе уйти туда куда ей нужно уйти для не понимаю вопрос это или нет молитва защищает от порчи или нет молитвы от плацебо то же самое что и там всякие заговоры и прочее колдуны магии настоящей практики не работают с этим никогда мы работаем немножко по-другому здесь никакие там заговоры и прочее ерунда не участвует это все у нас началось наверно в конце 90-х годов когда пошли книги наташи степановой заговоры 9 тысяч заговоров сибирской целительницы и так далее да это была команда профессиональных журналистов которые ездили по деревням у бабусик для которых это была своеобразная помощь определенного рода слова да собирали эти слова потом это все дело скомпоновали поменяли маленько рифму кое-где слова подправили кое-чего подделали а вот и в общем то появилась так эта книжка одна вторая сейчас этих полно и натальи там и оксаны и анастасии какой-то тоже заговоры это все не имеет отношения к реальной магии никакого поэтому что касается молитвы молитва настраивает мозг определенным образом меняется вибрация ваша вибрация ваша энергетика благодаря молитве меняется но защититься от реальной порчи при помощи молитвы нереально спасибо очень приятный располагающих разговор чек спасибо за ответы пожалуйста завтра приходите буду ждать радостью поговорим еще так ну все значит на последний вопрос я ответила а я хотела спросить еще каждый день молится но это фанатизм это своего рода аддикция зависимость только от молитвы признак невроза если вам это нравится молитесь ради бога кто же кто же вас заставить делать то что вам не нравится а как это влияет это уже уuscitating для себя решить это тоже самое что знаете суеверия вот черная кошка перебежала дорогу значит день будет плохой поменяйте просто отношении к этому я считаю что они черная кошка дорога прибежал мне наоборот счастливый день будет вынес three вы день afford у меня все??? все к счастью все к деньгам тепловина на какашку наступил к детам там паука увидел к любви там та debts ведь все зависит от вашего отношения к происходящему. Вы формируете свою реальность. Вы не рабы обстоятельств, а вы творцы своей жизни. Вот это адекватный психически здоровый взгляд. Так, что скажете о работе с ангелами? Я не воспринимаю слово ангел, я его не понимаю. У меня свое отношение к этому. Я считаю, что есть определенные сущности тонкого мира, которые нам помогают. Вот. И с этой позиции можно работать, конечно, только я не сказала бы, что имена вот тех самых ангелов совпадают реально со светлыми сущностями, но это другой разговор. Я, наверное, не буду сейчас об этом говорить. У нас просто временно это нет уже, потому что уже спать мне пора. Так, я всех благодарю за встречу. Завтра в 21.00 я вас жду на встрече по миру живых и миру мертвых. Рада была с вами пообщаться и всего вам доброго. Да, держите свой мозг в чистоте и давайте мы с вами уже как-то приходить к психическому здоровью не только нации, но и всей планеты. Всего вам доброго. скажите, слышно ли меня? Что-то подвисает немножечко компьютерный. Еще и голос твои слышно. Благодарю, благодарю. Давайте вместе поблагодарим Верочку Живину за прекрасное выступление, за множество полезной информации. Вы увидели, насколько мастер теплый, добрый, готов всех обогреть своим теплом душевным, помочь, да, оказать... Поэтому проходите, пожалуйста, по ссылочкам, регистрируйтесь. Вера психолог с многолетним стажем работы и уникальными методиками помощи практически в любой жизненной ситуации. Вам сможет это помочь. Вера Николаевна обучалась древним психоэнергетическим техникам работы с психикой на Урале. Впоследствии ей удалось объединить психологию и древние знания. И сейчас она успешно работает с разнообразными проблемами, возникающими в жизни людей. Не как колдунья или доморощенная ведьма, а как практикующий профессиональный психолог. Взаимодействие с психикой, с сознанием и подсознанием человека. Ну и еще владеет ясным видением, что действительно очень интересно. Одно дело, когда мы можем попасть на прием специалисту одной одной области, да. А другое дело, когда у человека есть более развернутое, более ясное видение, более развернутый взгляд, так как он овладеет и психоэнергетикой, и профессиональным психологом является, и обучались и переданы магически определенные знания. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этой уникальной возможностью, проходите по ссылочке, голубенькую ссылочку, кликаете и попадаете на страничку, где есть небольшое описание консультации. Также вы можете сегодня приобрести обряд записи, который сам потом можете выполнять. Он там все просто, доходчиво, понятно. Так же, как и Вера сегодня вот нам объясняла, очень подробно, внимательно, доходчиво, с любовью. Если есть какие-то вопросики, пишите, для того, чтобы зарегистрироваться на индивидуальную консультацию, следует пройти по ссылочке, кликайте на голубую ссылочку и попадете на страничку, на страничку, где есть небольшое описание, и вы сможете приобрести. Это индивидуальная консультация, в основном для тех, у кого есть проблемы, какие-то сознания, кто имеет страхи, ищет убис, причинные разводы, постоянные ссоры с людьми, разруху в жизни, испорченную судьбу. Причиной всего этого часто является негативное психоэнергетическое воздействие от врагов, недругов, завистников. На самом деле все это зло порождаем мы сами, именно в этом вы сможете разобраться в рамках этой консультации. Там произойдет диагностика, нейтрализация негатива, а также восстановление, коррекция жизни. Это специальная специализация профессионального психолога, парапсихолога, психоэнерготерапевта с многолетней практикой и тысячами исправленных судеб. Вера Николаевна Живина. Вы сегодня проходите по ссылочке, на страничке там вводите ваши контактные данные, имя, email, это адрес электронной почты, внимательно по буквам, а также телефон, skype, и нажимаете зеленую кнопочку оформить заказ и попадете на страничку, где есть различные варианты оплаты, выбирайте тот, который вам удобен, и вы уже в одном шагу от своей прекрасной жизни без негатива восстановлены, скорректированы жизнью, потому что иногда есть моменты, да, правильно говорила Вера, мне очень понравилось, мне вообще очень многие вещи, которые сказала Вера, созвучны, потому что очень важные аспекты мы проходим в жизни, очень часто мы не пользуемся, да, а нужно обращаться к специалистам, для того, чтобы решить такого рода вопросы, следует обратиться к специалисту, потому что мы не лечим зубы сами или еще что-то, мы идем к специалисту, в этом случае тоже следует обратиться и воспользоваться услугами специалиста высокого уровня, тому, кому интересно увидеть свою ситуацию с разных сторон, да, со стороны психоэнергетики, со стороны профессионального человека, который профессионально взаимодействует с психикой, сознанием, подсознанием человека, и сегодня вы можете воспользоваться этой уникальной возможностью, поэтому проходите, пожалуйста, по ссылочке, если есть какие-то вопросы, пишите, я обязательно на них отвечу, можете писать ко мне в скайп на День Богданова, если есть какие-то вопросики, мой скайп на День Богданова, это Москва, пишите, я с удовольствием на них отвечу, завтра у нас Вера, да, выступает в 21 час, чуть раньше у нас будет еще другое выступление, мы начнем в 19.30, у нас выступит Мария Питерская, мы будем разбирать тему, как освободиться от обеда и пляжа, а далее в 21 Вера Живина продолжит о том, как вся правда о глобальных ошибках человечества в основных обрядах жизни, тоже на самом деле очень важная тема, потому что у нас, в нашей жизни сопутствуют обряды с нашего первого шага до последнего, да, и иногда мы совершаем такие вещи, которые неправильно, да, нарушая именно обречения и вот эти процессы, и для того, чтобы разобраться и осознанно уже взаимодействовать, да, с этими вещами, мы специально сделали такую тему миловат, ее раскроют Вера Жирина, я думаю, что вам сегодня очень понравилось ее выступление, особенно тем, кто впервые познакомился с Верой, очень полезный, благоприятный, благополучный знаменит, Вера очень светлый человек, очень искренний, честный, душевный, теплый, поэтому проходите, пожалуйста, по ссылочкам, регистрируйтесь на эту прекрасную консультацию, она на самом деле бесценна, поставлена там какая-то сумма, но сколько стоит направить нашу жизнь в благополучное русло, если, допустим, вам что-то, сколько это стоит? Понятно, что это стоит не бесценный, не бесценный. Это все бесценное, это бесценные знания, бесценный дар, бесценная помощь, которую вы можете оказать себе или своим близким, и сегодня вы имеете возможность приобрести для себя такой удивительный дар, воспользоваться даром Веры, живым, его образованием, его опытом, и встать на путь из своего истинного, истинной трансформации в жизни, улучшения, процветания, любви, как бы. Это было бы не так, хотя Вера сегодня почему-то вам извечула, что не работает, здоровье, ну и значит вот. Принято какие решения, что не вешается, какие-то процессы. Проходите, пожалуйста, по ссылочкам, регистрируйтесь, очень удивительная, удачная возможность, также сегодня можно приобрести, сейчас дам, конечно, ссылочку, можно приобрести обряды, обряды, ржевины, записи, что тоже очень важно, вы потом сможете самостоятельно его проводить, там все доходчиво, понятно, проходите по ссылочкам, если есть какие-то вопросики, задавайте, я благодарю вас за то, что в этот день вы с нами, вы провели этот вечер с нами, приходите обязательно завтра, будет очень интересно, пожалуйста, проходите по ссылочкам, регистрируйтесь, приобретайте индивидуальную консультацию для ржевины, хотя бы регистрируйтесь, для того, чтобы уникала возможность приобрести этот продукт, также еще вам доступен сегодня обряд сбокуси для ржевины, который сможет замечательно улучшить жизнь, брокуси негативные вопросы, вы сможете сомнение сомнение, я думаю, что индивидуальную консультацию не будет, но каждый для себя выбирает, таким образом, кому-то комфортнее, есть инкроверты, где люди, каждый выбирает, как ему удобнее и комфортнее работать, кому-то удобнее работать самостоятельно, индивидуально, кто-то хочет с мастером проговорить и какие-то вопросы решить или что-то услышать, выбирайте для себя, сегодня есть разные возможности, и вы имеете различные привилегии, как всегда у нас что-то гардер, проходите по ссылочкам, регистрируйтесь, да, люди, сейчас не вижу, я оставлю, да, я скинула ссылочку еще на индивидуальную консультацию, тоже можете пройти по ним, зарегистрироваться и получить для себя эти полезные знания в своем подъеме, это то, действительно, что может помочь, вы можете, кстати, подарить в своем интернету, потому что вам очень популярно долгие в любви, особенно в виде результата, которые производят после или тем, до кого это интересно, либо индивидуальную консультацию, приобрести для себя и для коблок из своих мест. Тогда на сегодня упрощаюсь с вами до завтра, я желаю вам прекрасной ночи, утра, дня и этого времени, в котором вы находитесь, и мы ждем завтра вас в 19.30, начнет Мария Питерская как освободиться от обеда пекляр, а в 21.30 Вера Жирина продолжит вся правда обновление ошибок в человечестве в основном нехотраившись. Очень важный интернет. Мы будем ждать вас завтра, приходите обязательно, и большая благодарность за то, что вы здесь увидите.